сегодня небольшой рассказ по поводу зачем нам нужен питомник как правило люди применяют свои знания в какой-то области вот в принципе у нас за 30 плюс лет есть определенное знание которое мы решаем и воплощаем в жизни своего питомника то есть ну помимо разведения содержание выставки и так далее и так далее есть еще чему напрячь свой мозг то есть это определенные вебинары где люди делятся своим опытом как они содержат питомники чтобы легшие роды проходили как лучше пересекать границу какие нужны документы где какие выставки будут проходить и так далее и так далее ну то есть это многоплановая такая життя которая дает ну просто-напросто не заскучать нам не все же время ты лежишь на диване и смотришь ящик так а тут получается ты еще задействован в жизни животных которые тебе сто процентов не дают скучать вот и на этом и основана жизнь питомника я потом пошел погулял в одном месте жена сходила в другое место не всегда получается но мы выходим и в город со своими собаками ездим в городском транспорте чтобы они социализировались возим в боксах их ну и так далее и так далее то есть тут многоплановое життя и по большому счету она не останавливается то есть мы движемся вперед и это нас очень радует и в принципе и стимулирует дальше это все дело продолжать так что ну и таких как мы не одни мы ну допустим мы там от судейства уже отошли давно но видеть животных мы видим ну то есть породное но не породное даже если мы не каких-то тонкостей не знаем в породе то определить породное это животное или нет но мы можем в раз так что ну а потом это все-таки не дает застояться твоему мозгу какие-то там извилинки добавляются и ты понимаешь где ты был прав и где не был прав ты там начинаешь обдумывать всевозможные вебинары почему так вебинары ждут разные то есть это еда ветеринария ну там ой 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 и сколько все только что касается жизни животных то есть одни живут возле моря как относятся животные к соленой воде что лучше хуже купать не купать там есть длинношерстные короткошерстные ну то есть здесь и полет фантазии ну и люди же выбирают как-то себе эти породы так что ну мы выбрали то что попроще чтобы не напрягаться до тряпка его раз махнул и все и она уже чистенькая и все хорошо так что другим наоборот нравится там чесать завязывать банты и все такое прочее ну а нам и такие хорошие так что мы видим жизнь питомника вот по-своему люди видят совсем по-другому ну то есть вот в чем и прелесть что мы все разные и так далее ну стремимся к идеальной собаке